МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблему устойливости микробов до антибиотиков доследуют навыковцы Гомельского медицинского университета. Праца знайдется, было бы жадание. У плане познижения узровня беспрацовья, навышания новым профессиям и допомога у открытии предпринимательской справы. А зараз об этом и иншим больше подробно. В Гомеле прошел первый инженерный джем, тихо-катон социально-значных проектов. Объединенные огульные идеи студенты и сопрацовники IT-компаний собрались разом каплитарально за два дня распрацовать основу мобильных додатков, корыстных для жахаров Гомельского региона. Туризм, клопот о бездомных живелах, детячая безпека и юридичная справа – вось темы, с якими працавали программисты. У эпицентры креативу побывал наш корреспондент Яугиня Кухаронак. С инициативой провести перших хакатон социальных проектов региональный офис компании «ЭПАМ» звернулся у Гомельский облаконкам. Идею подтримал губернатор в области Геннадий Соловей, был сформированный спектр актуальных проблем, за вращение яких и взялись программисты. Нам предоставили гораздо более широкий спектр проблем, из которых мы отобрали самые приоритетные, самые важные, и которые сегодня в рамках хакатона мы попытаемся решить. На открытии хакатона старшиня облаконкама Геннадь Соловей отзначил, что такая инициатива – добру укладу развитию концепции разумного города и безопасного проживания у им. Губернатор подкреслил, что корыстные и инновационные пропановы завсюду будут подтриманы из боку местовых уладов, а разом с тем выказал надею, что такие мероприемства станут постоянными. Первый хакатон собрал 50 удельников, из которых склались 10 команд – студентских и профессийных. Задача – створить прототип мобильного додатка по теме одного из четырех проектов. Туристический доведник по Гомельской области, база даденных для бездомных живел, навігатор для школьников, программа отправки заявок на адвокатскую допомогу. Приложения должны быть в первую очередь современными, удобными для пользования любым использователям. То есть это, чтобы в любом возрасте человек мог пользоваться этим приложением, как ребенок, так и уже люди престарелого возраста. Также приложения должны поддерживать различные языки. До речи и другие важные темы так же не застанутся поза увагой до мовленности, а в супрационисте уже складены. Когда поступило предложение по совместному сотрудничеству, мы совместно с общественной организацией инвалидов обсудили пути возможного сотрудничества, наметили определенное направление. Это и по безбарьерному доступу, и приложения, которые помогут лучше ориентироваться лицам, которые имеют нарушение слуха или зрения, обсудили наши предложения с руководством ЭПАМа. Я выражаю надежду, что все наши начинания будут реализованы. Подчас первого хакатона социальных проектов на математичном факультете ГДУ открыли обновленную лабораторию ЭПАМ. Тут будут проходить занятки, тренинги и встречи с ведомыми у АйТи-сферы особами. Треба означать, что Амальпалова, выпускников АйТи-специальности, размерковывается у кампании резиденти парку високих технологий. Я считаю, что это сотрудничество основополагающее. Почему? Потому что ребята у нас не только проходят обучение в рамках учебного процесса, но в совместных научно-исследовательских лабораториях, одну из которых мы сейчас модернизировали и заново открываем с фирмой ЭПАМ-Системс, проходят дополнительные тренинги, ребята сдают экзамены, спецкурсы, и получают сертификаты ведущих кампаний мира. После обороны проектов эксперты вызначили одразу двух переможцев. Студентская команда ГДУ имя Франциска Скарлина распрацавала прототип мобильного додатку для беспечного перемещения детей в городе. Отзначили и удельника профессионала у сферы АйТи, який працавал над туристичным доведником по Гомельской области. Призглядацких симпатий отримала команда компании ЭПАМ, яка распрацовывала веб-додаток для отримания адвокатской допомоги. Об обязательстве реализовать проекты на справе и зарабить готовый продукт взяла на себе компания ЭПАМ. Причем корыстные мобильные додатки будут зроблены на безвыплатной для региона основе, в той час, як звычайный кошт подобной распрацовки стартует от 5-10 тысяч долларов. Евгений Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». В ученые Гомельского державного медицинского университета доследуются проблемы устойливости микробов до антибиотиков. Зараз эта тема набывает все больше значную актуальность. Шмот, какие леки уже не допомагают хворым. Распрацовками гомельских навыковцев подекавилися наши корреспонденты. Доследованиями вплыва антибиотиков на микробы гомельские ученые начали заниматься еще в 2001-м, але основные работы выконывались починающиеся с 2016-го в рамках инновационного проекта «Аблвыконкама». Проблема у тем, что иснуючие леки часто уже не дают чакаемого эффекту, а в некоторых выпадках в уголе оказываются бескорыстными. Инша справа, что можно найти комбинации антибиотиков, які узмацняют узденья один-однаго и допомагают у лечения. Мы стараемся бороться с устойчивыми микробами, то есть те микробы, которые невозможно полечить каким-то одним антибиотиком, то есть эти антибиотики на них не действуют. Поэтому мы стараемся найти комбинации антибиотиков, которые будут уже воздействовать на эти бактерии. Мы можем помогать уже таким пациентам, у которых такие бактерии есть. Увогу ли низкая эффективность антибиотиков – проблема усягульная. Але коли в бытовых умовах ясше ешь час поспробовать насти інший метод для шэйня, то в умовах больницы гэтага часу може не быть. Выником реализации инвестпроекта стали бы данные затвержденных Министерством Аховы Здоровья рекомендации по применению антибиотиков. Инша справа, что сегодня на Гомельшине нема обсталявания, якое дозволяй эффективно вызначать штаммы микробов и таким чином оперативно выбирать эффективный метод для шэйня. Это вот очень важно. Пациент находится в реанимации, в тяжелом состоянии, допустим, сепсис. Мы выделяем у него микроорганизм, в течение двух суток определяем чувствительность, говорим врачу, что, к сожалению, вы ошиблись, здесь вот нужно вот этот антибиотик применять. Он заменяет антибиотик, ну, это шансы, ну, это я не выдумаю, это, в общем-то, мировая практика. В ученые констатуют, у низкой эффективности антибиотиков человек часто виноват и сам. Их неконтролюемое выкрыстание привело до мутации микробов, которые выпрасывали великую ступень устойливости доиснуючих леков. Неверным оказалась и ранее расповсюдженная думка об тем, что шкодные для человека микробы, которые трапляют в новокольной сироте, гинут. И, как оказалось, они не только добро отчувают себя в природных умовах, а и сдольные расповсюдживаться на великой отлеглости. Боль за то, и появились микробы, смагаться с якими не может ни один вядомый в свете антибиотик. Сегодня гомельские ученые занимаются миновитой этой проблемой. Дело в том, что вместе с экстремально устойчивыми микробами мы обнаружили отдельные штаммы, которые были уже устойчивы ко всем антибиотикам. И в настоящее время развернут еще один большой проект, поддержанный Министерством здравоохранения, республиканским бюджетом. Это проект, посвященный уже микробам полностью устойчивым к антибиотикам, в том числе препаратам последнего ряда, каллистину. Вот в данный момент мы занимаемся тем, что определяем механизм мутационной устойчивости, частоту возникновения устойчивости, каллистину. Ну и в дальнейшем будем подбирать комбинации антибиотиков или какие-то альтернативные подходы для того, чтобы преодолеть эту полную устойчивость, чтобы найти какие-то возможные схемы лечения пациентов и с такими инфекциями. Олег Сенчуру, Вольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель». Во Управлении по праце, занятостей, социальной обороны Гомельска, Гарвы Конкам огучили селетние планы по снижению узровня беспрацовья. Значная увага будет надаваться навучанию новым профессиям и допомозе у открытия уласной предпринимательской справы. Наши корреспонденты подекавились подробностями. Сегодня у Гомеля на офицейном улице находится 326 беспрацовных. Это самая низкая колькость за опушение 30 годов. Разом с тем, это не значит, что можно супокоиться. 30-го студента на перенавучение будет накирована первая в этом году группа беспрацовных с 12 человек. В центре занятостей уже отримали заявки от размещенных в городе предприемств на подрыхтовку кондитеров, водителям троллейбуса и машинистов мостовых кранов. Основная проблема связана со станом здоровья претендентов. На тех же водителям медкомиссию не проходят больше полов ожидающих отримать новую профессию. Хоть с другого боку ее специальности, потребования до яких не такие жорсткие. Мы в основном готовим профессии под заказ нанимателя. У нас очень большой спрос идет среди общественного питания. То есть заявки подают и на обучение профессии повара, продавца, контролера, кассира. Локон нам заявочку постоянно дает на получение профессии парикмахер, мастер по маникюру, педикюру. А прошу того, а в последний час все больше наш на колькозь беспрационных начинает займаться предпринимательской и ромесницкой деятельностью. В минулом году отповедный курс у Гомеля прошли около 70 человек. Прошим, полова их открыла властную справу без притягнения державных сродков. Дальше сегодня эта поддержка складает крыху больше 2500 рублей. В этом году ее уже отримали 9 человек, 8 из которых на приконце минулого года так само вучилися по программе предпринимательская деятельность. Две трети из них мужчины среднего взрослого. Организует предпринимательскую деятельность наша безработная. Это, как правило, мужчины среднего возраста 35-40 лет. Также наиболее популярными видами деятельности это такие виды деятельности, как торговля, деятельность такси, грузоперевозки, отделочные работы и многие другие. Алексей Тюром, Марина Джала, Валерий Хапанько, телерадиокомпания Гомель. Проблема парковки автомобилей перед подъездами жилых домов актуальна и обладает для всех сучасных городов. Все сможет спецтранспорт проехать по Гомельских дворах. Представники МНС и ДАИ провели суместный рейд. Подробностей в наступном репортаже. Для проведения суместного эксперимента ДАИ и МНС выбрали некольких Гомельских дворов по Реджескому проспекте. В этом районе недавно отбылся пожар, в вынику якого загинула кошмар поверховки. Воротовальники, которые прибыли на той выклик, сутокнулись с проблемой подъезда до места здарения. Супрацовники МНС и ДАИ с допомогой автомобильного коленчатого подъемника выросили показать, до чего может привести безотказность уладальников машин. Остается актуальная проблема загруженности наших дворов. Сегодняшний рейд показал именно такую проблему, когда наша специализированная техника не может попасть в предполагаемое место происшествия. На годиннику 17.30 люди начинают вертаться с працы, а дворы заполняться машинами. Заезжаем у двор по Реджескому проспекте. Габаритная техника проезжая повольно и свободно прибывая до места умовного пожара. Едем у суседний двор. Тут машина не может просунуться до уезда. Водитель автолесвицей с допомогой оповещальника свертается до владельников авто, которые перешкоджают руху. Когда люди выходят, реагуют по-разному. Одни начинают сразу свариться и выказывать незадовольность недохопом парковочных мест. Другие молчки переставляют авто. Каждому нагадывают об отказанности за парковку в неналежном месте. Сгодно с правилами дорожного руха, припынки стоянка забороняется на участках с зелеными насаджениями, на продомовых территориях и тротуарах, а так само в местах, где авто створает пирожкоду для руху и работы спецтранспорту. Игнорирование правил остановки и стоянки легковых транспортных средств влечет административную ответственность в соответствии с частью первой статьи 18-12 кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь в виде предупреждения или наложения штрафа в размере одной базовой величины, в случае повторного нарушения в течение года две базовые величины. Держ автоинспекции объявила старт профилактичного мероприемства «Беспирошкодный проезд». Под час акции, якая протягнется до 26 лютого, инспекторы сострянуться с працовными коллективами и проведуть рейдовые мероприемства. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Гомель стал первым городом краины, где прошел областный кастинг-конкурс «Мисс Беларусь-2020». Претенденток на титул самой пригожей девчины краины выбирала столичные журы. У вынюку 68 представниц Гомельщины прошли в наступный отборочный тур и будут чекать запрошения в столицу. Еще не при конце минулого года организаторы конкурсу провели 126 районных кастингов по всей краине. Самым масовым стал отбор у Гомеля, который собрал рекордную количество претенденток около 200. На областном этапе за выход в финал споборничали около 100 девчин. Претенденток проверяли на эридицию, сценаристическое мастерство, спортивную подрыхтолку и творческие задольности. До речи, за всю историю конкурсу часей за инших титул «Мисс Беларусь» отримовали представницы Гродинщины три разы. По две перемоги у девчин из Минской, Брестской, Могилевской и Витебской областей. Гомельшанкам поколь, что не доводилось примерить на себе корону «Мисс Беларусь». Сподяемся, что на реште селета эта статистика изменится. Нагадаем, финал национального конкурса «Пригажості» пройдет 15 мая. Эти и инши новини, информацию о проектах телерадио компании «Гомель» вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершенный. У студии працавала Светлана Князева. Усего доброго и до встречи у эфира. Эфир телеканала «Беларусь4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Злоумышленники, которые в Гомеле взламывали ларьки на остановках общественного транспорта, задержаны. В начале января в милицию стали поступать сообщения о том, что неизвестные на территории микрорайона Сельмаш по ночам вскрывают торговые киоски. Среди похищенного был как сам товар, так и деньги, хранившиеся в Кате. 22 января ночью при очередной попытке взлома оперативники задержали подозреваемую. Ей оказалась 20-летняя девушка. В ходе личного обыска при ней был обнаружен топор. Подельника, скрывшегося при виде сотрудников милиции, задержали в течение дня. Им оказался ранее судимый 18-летний гомельчанин. Уже известно о шести эпизодах преступной деятельности задержанных. Они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям на территории областного центра. Материалы проверки переданы в Гомельский городской отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки. Мужчина, который заехал в Гомеле на крыльцо ночного клуба на Геленвагене, находился в состоянии наркотического опьянения, сообщили в УВД. Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января. Мужчина пытался провести время в увеселительном заведении, но не прошел фейсконтроль. Возмущенный, он оскорблял персонал ночного клуба, а когда понял, что внутрь его все равно не пустят, преодолев ступеньки, припарковал свой Геленваген на крыльце прямо перед входом. Охранники пытались, насколько это было возможно, образумить водителя, но после угроз свой адрес нажали тревожную кнопку. На место конфликта приехали сотрудники Департамента охраны и экипаж Дорожно-патрульной службы ГАИ УВД. В дальнейшем, после прохождения освидетельствования, выяснилось, что нарушитель был в состоянии наркотического опьянения. За минувший уикенд на территории области было зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых есть пострадавшие. Как и прежде, в зоне риска остаются пешеходы. В пятницу рано утром на улице Богдана Хмельницкого в Гомеле 43-летняя водитель, управляя автомобилем Мазда ЦХ5, совершила наезд на 40-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть. Аналогичное ДТП произошло и вечером в воскресенье на улице Луначарского в ветке. 45-летний водитель Вольцвагена, двигаясь по улице Заслонова, не пропустил 49-летнего пешехода. В обоих случаях водители транспортных средств не предоставили преимущество движения пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, если в первом случае после оказания медицинской помощи пешеход отпущен домой, а в втором случае госпитализировано учреждение здравоохранения. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская энергия уступила строителю в домашнем матче чемпионата Беларуси по волейболу. Встреча с одним из сильнейших клубов страны прошла на паркете спорткомплекса «Локомотив». В результате упорной борьбы матч завершился победой столичной команды 3-0. После поражения в 13-м туре гомельчане продолжают занимать третью строчку в таблице чемпионата. Гомельчанин Вадим Панков завоевал серебро старейшего европейского турнира по боксу «Странжа», который прошел в Болгарской Софии. В финальном поединке наш земляк проиграл украинцу Александру Хижнику. В этом году за награды боролись около 300 боксеров из 30 стран. Для белорусских спортсменов турнир стал этапом подготовки к олимпийской квалификации. Европейский старт пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта, а всемирный турнир примет Париж с 13 по 24 мая. Беларусь-Болгария. 10 лет сотрудничества на пути боевых искусств. В Гомельском центре восточных единоборств прошли международные учебно-квалификационные сборы по киокушинкан-карате. Инструкторами выступили представители Болгарской и Белорусской Федерации. В том числе и абсолютный чемпион мира по киокушинкан Захарий Дамьянов. На четырехдневные сборы в Гомель приехали около 100 каратистов из Болгарии, а также Минской, Брестской и Гомельской областей Беларуси. Самому юному участнику 12 лет. Возможностью поучиться у лучших воспользовались как дети, так и взрослые. В программе сбора мастер-классы по боевой технике, работе с шестом и на мячах. Я в Беларуси первый раз. Впечатления отличные. На мастер-классах все выкладываются на 100%. А это залог успеха каратиста. Хочу отметить, что ваши ребята частые участники болгарского международного тренировочного лагеря. Поэтому здесь хоть и впервые, но вижу знакомые лица. В планах Гомельского центра восточных единоборств и в этом году съездить на сборы в Болгарию. Первенство Гомельской области по общефизической подготовке по академической гребле среди юношей и девушек пройдет в Гомеле 30 и 31 января. За награды соревнований будут бороться команды из Гомеля, Мозыря, Светлогорска и Жлобина. Участники выступят в двух возрастных категориях 15-16 и 13-14 лет. В программу включены тяга лежа, напрыгивание на гимнастическую скамейку, поточные прыжки и бег. По итогам состязаний будет сформирована сборная, которая в феврале представит область на республиканских соревнованиях по общефизической подготовке по академической гребле в Полоцке. В Гомеле пройдет спартакиада детско-юношеских спортивных школ по настольному теннису. В ней примут участие юноши и девушки 2005 года рождения. В областной центр приедут более сотни спортсменов. Стартует соревнование 30 января в 12 часов. Финалы и награждения победителей пройдут 2 февраля. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.